друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал особенно как всегда приветствую своих подписчиков в этом небольшом видео я хотел бы поделиться своими впечатлениями от небольшого ремонта ноутбука от компании asus модель ей и писи более точная модель к будет цифровая в описании значит в результате ремонта оказалось все достаточно просто то есть windows у нас не загружался зависал в состоянии черного экрана уже с курсором мыши оказалась проблема в умершем жестком диске то есть после диагностики жесткого диска было выявлено что он накрылся очень много было провалов между прочим картинка выглядела по проверке жесткого диска примерно вот так вот но я обратил внимание еще на другой момент после чего я решил записать это видео что многие разборчики даже на просторах интернет почему-то мучаются снимая с этого ноутбука клавиатуру в то же время очень простая конструкция там у нас имеется 4 защелки в верхней части да вот именно здесь соответственно для снятия вам просто-напросто потребуется не одна пластиковая карточка 2 значит одну пластиковую карточку мы сбоку поддеваем уголок второй карточкой мы начинаем по очереди отстегивать вот эти вот верхние наши защелочки то есть идя по ним первая вторая третья четвертая ну конечно же со стороны откуда вы подцепили вот первой карточкой с этой же стороны щелк 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 по очереди все отщелкивается прекрасно снимается после того как вы отщелкнули все вот да кстати показываете защелочки на этом слайде после этого уже в принципе там доступен для снятия сам шлейф клавиатуры вот разборка компьютера к сожалению здесь предполагает обязательно снятие клавиатуры ну если у вас просто например вышла из строя клавиатура потерялись кнопки прочего просто можете заказать на просторах интернета новую клавиатуру вот и самостоятельно и установить зачем платить деньги сервисным центром каким-то там установщиком вот кстати да этот шлейф клавиатуры который необходимо снять ничего абсолютно сложного считаю что любой пользователь с этим абсолютно справится просто нужно чуть-чуть быть более аккуратным понимать что шлейфик достаточно чувствительный ну на этом все наверное вам спасибо за просмотр моего видео в конце как всегда напоминаю тем кто еще не подписался на группу моего youtube канал в социальных сетях сделать это можно по ссылкам в описании к видео если вы приобретаете что-либо на просторах интернета то не забывайте обязательно использовать кэшбэк сервисы те кэшбэк сервисы которые использую я рекомендую ссылка на них будет в описании к видео а если вдруг у вас будет настроение поддержать мой канал то переходим по самой нижней ссылке в описании все друзья всем счастливо пока